Венгерский премьер Орбан 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 Венгерский премьер Венгерский премьер Венгерский премьер Венгерский премьер которую пытаются таким образом подбодрить и убедить в том, что мы одним могучим ударом можем всех уничтожить. И с другой стороны, эта попытка все равно, в любом случае, речь идет о ядерном шантаже. Вы знаете, и у меня нет ощущения, поскольку я постоянно вижу, что происходит в российском телевизоре, у меня нет ощущения, что тема ядерного шантажа, она когда-то уходит. Если лично Путин не говорит постоянно об испепелении ядерном всего мира, то об этом все время говорят другие. И тот же самый Медведев, и уж не говоря о обитателях российского телевизора, таких как Соловьев и так далее. Я напоминаю, что это государственное телевидение, и когда там постоянно идет ядерный шантаж, это государственная политика. Так что запугивание продолжается. Это запугивание находит определенную аудиторию на Западе и, в общем-то, сдерживает западный мир от большей помощи Украине, от более активных поставок оружия. И в частности, например, дальнобойных ракет, которых на Украине пока дают очень-очень мало. Но вот по поводу Оречника, то действительно сейчас Ройтерс и Блумберг со ссылкой на анонимные американские источники пишут, что Россия может вновь нанести удар этой ракетой по Украине в ближайшие дни, провести еще одно испытание, будут и дальше терроризировать Украину. И в это время Министерство обороны Российской Федерации сообщает о том, что сегодня по Таганрогу утром ударили шесть ракет Атакамс. Они говорят, конечно, что многие сбили, но есть обломки, как всегда, пострадавшие. И они написали, что эта атака с западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты. То есть все-таки готовятся к удару? Скорее всего, да. Весь вопрос заключается в том, что, конечно, готовятся к удару. Собственно говоря, удары не прекращаются. Весь вопрос чем и с какой эффективностью. На самом деле удары другими ракетами, которых много у России, это крылатые ракеты, это и баллистические ракеты, такие как Искандеры и так далее. Да и не только это, но и те же самые авиаудары, те же самые бомбы, это все наносит серьезное разрушительное воздействие на украинские города. Поэтому, что называется, не Орешником единым. И, в общем, Орешник здесь в этом перечне арсеналов Путина, он не занимает решающего места. Это в значительной степени все-таки миф, это все-таки страшилка. А так, в общем-то, путинское оккупационное воинство, оно располагает большим арсеналом. И этот арсенал действительно действует, и он, собственно говоря, не прекращает свое смертоносное воздействие на украинские города и по-прежнему убивает украинских граждан. Так что Орешник здесь совершенно ни при чем. Орешник это все-таки в большей степени пугалка. Это самые опасные недели российско-украинской войны, написал венгерский премьер Орбан после разговора с Путиным. А это он как раз это имел в виду, что Путин ему сказал, что будут далее проводить испытания на территории Украины? Или, возможно, Путин намекнул на кое-что иное? Вы знаете, вообще Орбан продолжает свою вот эту вот самозванную, взятую на себя так называемую миротворческую миссию. А на самом деле Орбан превратился просто вот в такой вот еще одну обслугу путинского режима. Помимо, так сказать, Министерства иностранных дел, помимо Лаврова, помимо других представителей вот этой путинской обслуги. То есть у него на сегодняшний день очень очевидная миссия. Эта миссия заключается в том, чтобы склонить западный мир к тому, чтобы прекратить поддерживать Украину и убедить тех же самых украинцев практически сдаться, пойти на все условия Путина. То есть Орбан здесь выполняет вот такую весьма и весьма неприглядную роль. Но я бы тут хотела напомнить, что вчера Орбан встречался с Трампом. Сейчас попрошу показать фото, как они там обнимались и были рады видеть друг друга. И после этого уже Орбан позвонил Путину. Как вы думаете, возможно, он как раз передавал какое-то послание от будущего президента США? Да, вполне возможно, что он действительно выполняет. Это такая, так называемая, челночная, голубиная миссия Орбана, которой он занимается довольно давно. Он вышел на такие эксклюзивные отношения с Трампом. И, в общем, так сказать, именно поэтому именно это вот человек, который имеет какое-то особое отношение с Трампом. Это, конечно, изменило его положение, положение Орбана внутри Европейского Союза. Придало ему какой-то вес, потому что сейчас, ну, понятно, тяжелый поступь Трампа, который приближается к своей инаугурации. Она, в общем-то, является одним из самых центральных событий. Все ждут, когда он придет, что он сделает, какие у него будут первые шаги. И Орбан, получается, как доверенное лицо Трампа, он, естественно, увеличивает свой политический вес, свою политическую капитализацию. Но здесь надо иметь в виду, что у Трампа есть предвыборное обязательство, и довольно серьезное, которое он, одно из самых главных его предвыборных обязательств, это установить мир. И в данном случае, вот, Орбан как раз играет здесь крайне негативную роль в выполнении этого обязательства, потому что он все-таки склоняет, пытается всем рассказать, что война Украиной проиграна, что Украина должна сдаться. И если с такой позиции Трамп будет подходить к выполнению своей миссии, то у него ничего не получится. На самом деле, если брать все-таки объективную ситуацию, то миссия Трампа невыполнима, в принципе, потому что найти какую-то точку компромисса между позицией России и позицией Украины, это дело бесперспективное. Но хотя бы попытаться можно. И самое главное заключается в том, чтобы все-таки было всему миру понятно, что на самом деле Россия не договороспособна, потому что на сегодняшний момент, собственно говоря, вопрос мира не является вопросом для Трампа, потому что не Трамп воюет, он поэтому не может остановить эту войну. вопрос мира не является вопросом Украины, потому что Украина готова прекратить эту войну. вопрос мира является вопросом Путина, потому что единственный человек, который может прекратить эту войну, это Путин. А Путин этого не хочет делать. Вот, на самом деле, та самая обнаженная правда, которую пытается скрыть тот же самый Орбан в своей вот этой челночной голубиной дипломатии. Он, безусловно, оказывает крайне негативное воздействие на всю ситуацию. Ну, тут я хочу добавить, что с Трампом общается не только Орбан, и встреча была с президентом Франции Макроном, и созванивался он с другими европейскими лидерами общаться по поводу войны в Украине. И вот сегодня Трамп в интервью Парималь сказал, что решение проблемы Украины с Россией будет главным приоритетом. В интервью изданию избранный президент США отметил, что хоть Ближний Восток тоже является приоритетным вопросом, но ситуация там менее сложная, чем в Украине. Я думаю, что мы должны решить проблему Украины с Россией, сказал Трамп. Ну, теперь вопрос, как он будет решать эту проблему, как он высказывается. Потому что появилась тоже информация, The New York Times пишет, что Трамп может отменить 20-миллиардный кредит Украине, который вчера выделили Соединенные Штаты. Это как раз деньги из российских активов, которые должны погашать этот кредит. Теоретически президент США будущий может сделать это, сняв санкции замороженных активов России. Как вы думаете, будет ли Трамп действительно использовать одним из рычагов давления на Россию обещание снять санкции? Безусловно, он может довольно много чего обещать. Во-первых, я не уверен на 100%, что это прерогатива президента Соединенных Штатов Америки, потому что замороженные активы, основная часть этих активов находится в Европе, находится в Бельгийском банке. Поэтому у меня нет стопроцентной уверенности, что это все прерогатива президента Соединенных Штатов Америки. И если брать в целом именно экономическую помощь, не оружие, а именно экономическую помощь, то общий объем европейской помощи значительно больше, чем американской. Просто если брать именно финансовую, не оружие, а финансовую часть. Так что здесь трудно сказать, насколько у Трампа есть ресурсы. Но тем не менее, конечно, ресурсы у него очень большие. Я очень сомневаюсь, что подобного рода разговор с Путиным приведет к прекращению войны. Путин сейчас получил очень тяжелую оплеуху в Сирии. Значит, свержение режима Асада – это тяжелое политическое поражение. И вот среди ура-патриотической общественности в России это поражение воспринимается очень остро. И Путин это, безусловно, тоже воспринимает как серьезную пощечину. И сейчас после этого еще, так сказать, идти на прекращение войны, я думаю, что это крайне маловероятно. Еще раз подчеркиваю, у Трампа нет серьезных ресурсов и аргументов и рычагов давления на Путина, которые могли бы его заставить прекратить войну. А так добровольно Путин, конечно, на это не пойдет. У него есть, так сказать, установка существования путинского режима при наличии независимой, свободно развивающейся Украины, ну просто невозможно. Путинский режим устроен таким образом, что он может существовать только в ходе попыток уничтожения Украины. Вот эта вот заточенность на эту войну, она не может быть изменена. То есть Путин в Кремле и свободная независимая Украина – это вещи уже несовместимы. А если задавить Россию экономически, то же The Telegraph пишет, что элиты России ожидают, что Трамп высунет ультиматум Кремлю и Киеву, что если вот Зеленский откажется от условий мира, то США прекратят нам военную помощь, но это самый простой вариант. А если Путин будет тянуть время и отказываться от переговоров, то США начнут бомбить российскую экономику. Тем более сейчас в связи с событиями в Сирии режим Путина напоминает СССР перед распадом, пишет издание. Ну и тоже рассказывает, что сейчас саудиты могут воспользоваться и затопить мир дешевой нефтью. Ну а Путину это вообще невыгодно. Вы знаете, ну первая часть, она имеется в виду, что если там Украина откажется, то значит прекратится помощь. Она немножко, это ломится в открытую дверь, потому что Украина хочет мира, это же совершенно очевидно. Зачем Украине эта война? Понятно, что Украина при определенных условиях, да, не режим полный и окончательной капитуляции, но прекращение войны, даже приостановка войны, прекращение просто боевых действий, это в интересах Украины. Об этом, собственно говоря, президент Украины Зеленский неоднократно говорил. Поэтому здесь и давить-то особо не надо на Украину, чтобы она соглашалась на переговоры, соглашалась на какое-то прекращение войны, постоянное, временное, там не важно. Поэтому это достаточно бессмысленная позиция. А вот что касается Путина, то у меня, я еще раз подчеркиваю, у меня есть очень большие сомнения. Значит, уничтожать экономику России, я как-то не очень вижу ресурсов у Трампа для этого. Вы говорите, что Саудовская Аравия завалит мир дешевой нефтью, а экономика самой Саудовской Аравии надо резко понижать цену на нефть. У меня есть по этому поводу тоже большие сомнения. Здесь, конечно, нужен специалист по нефтяному рынку, но я не очень понимаю, почему вдруг ни с того ни с сего Саудовская Аравия захочется заваливать мир дешевой нефтью. То есть люди на этом зарабатывают и сознательно подрубать сук, на котором они сидят, я не вижу такой необходимости. Что может убудить Саудовскую Аравию просто сделать вот такой вот выстрел себе там в ногу, в голову, еще куда-то. То же самое с Трампом, потому что для Соединенных Штатов Америки все-таки нефть является довольно существенной частью экономики. И опять-таки понижать цену на нефть таким образом, чтобы страдала собственная экономика, тоже непонятно зачем. То есть, да, безусловно, он очень заинтересован в том, чтобы выполнить вот это свое предвыборное обещание. Но я еще раз говорю, я не вижу этих ресурсов. И путинское, несмотря на, да, действительно очень серьезное проседание путинской экономики, но у Путина хватает пока ресурсов. И экономика России далеко-далеко не на издыхании. Да, это допотопная, да, это такая неуклюжая, да, это в значительной степени архаичная экономика. Но она живет, и она позволяет Путину продолжать войну. И сейчас принят бюджет на три года, 2025, 2026, 2027 год. Это бюджет войны, и этот бюджет работает. Работает на войну. Но у Путина есть ресурсы для того, чтобы продолжать войну. Поэтому я бы не стал... Вы знаете, вот это вот представление о том, что путинский фашистский рейх – это колосс на глиняных ногах – это ошибка. Это ошибка. И это, мне кажется, вот такое шапкозакидательское настроение, что сейчас Трамп придет, порядок наведет и сможет остановить эту путинскую машину. Я думаю, что это ошибочная точка зрения. Я буду... О, Анастасия, я буду безумно счастлив как-нибудь в одном из наших совместных эфиров признать, что я ошибался. Готов там, я не знаю, так сказать, специально приготовить какую-то емкость с пеплом, чтобы посыпать свою голову в прямом эфире и сказать, что я был неправ. Я буду очень рад. Но пока все, что происходит, все, что я вижу, все, что доносится из России и не только показывает, что на самом деле у Путина есть ресурсы продолжать эту войну. И я бы сказал, что это неправильная цель. С моей точки зрения, есть единственный способ прекратить эту войну. Это уничтожить военным путем, подчеркиваю, не экономическим, а именно военным путем уничтожить путинский рейх. Понимаете, когда шла Вторая мировая война, то никто не ставил своей задачей раздавить Германию экономически, раздавить гитлеровский рейх экономически. Но это делали тоже, безусловно. Но основной курс был на то, чтобы уничтожить военным путем фашистский рейх. И эта задача была выполнена. И на сегодняшний момент проблемы безопасности Украины, они находятся в русле одного направления. Это уничтожение путинского фашистского рейха военным путем. И это можно сделать. Но для этого нужно другое совсем. Для этого надо не понижать цены на нефть. Ну или, скажем, не только и не столько понижать цены на нефть. Сколько дать Украине там томогавки, тысячу томогавков. Дать Украине Таурусы, несколько сотен Таурусов. Дать Украине самолеты F-16, F-35 вместе с пилотами. Потому что достаточное количество американских, французских, английских летчиков готовы будут заключить договоры с Министерством обороны Украины. То есть вот это, в этом направлении, если посмотреть, то мы сможем действительно увидеть свет в конце туннеля. И прекращение войны не потому, что Путин испугался и просто, так сказать, послушался Трампа и прекратил войну. А потому что просто рейх был уничтожен и будет уничтожен. Другого пути нет. Другого пути безопасности Украины не существует. Кроме как уничтожение источника опасности. Что источник опасности? Путинский фашистский рейх. Он должен быть уничтожен. Вот и все. Это же простая вещь. И, к сожалению, на Западе эту простую вещь никак не хотят признать. Я хочу верить, что наш президент Зеленский это пытался доносить Трампу во время встречи в Париже. Но вот тоже западные издания пишут о том, что и Макрон, и Зеленский объясняли, что Путин в 2024 году, он не такой, как был в 2017, когда Трамп пытался еще с ним сотрудничать. Глава внешней разведки России Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению поставленных целей так называемой СВО. И он назвал нынешнюю власть в Украине нелегитимным режимом. В принципе, все как и всегда. А я вот думаю, Россия же действительно постоянно качает эту тему легитимности-нелегитимности. И вот они могут воспользоваться этим сейчас? Я имею в виду, что если вдруг Трамп все-таки сможет сделать так, чтобы было заключено какое-то соглашение между Россией и Украиной, что Россия потом будет заявлять, что это ничего не значит, и эта подпись от Украины не действительно. Вы знаете, ну, во-первых, я еще раз подчеркиваю, что мне представляется крайне маловероятным, что усилия Трампа увенчаются действительно прекращением войны. Потому что есть и такая опция, что Трампу удастся. Это вполне возможно, в это можно верить, что Трампу удастся создать какую-то переговорную площадку, на которой будут присутствовать представители России, Украины, Соединенных Штатов Америки, еще кто-то, там, я не знаю, Турция, может быть, Франция. Это сейчас бесполезно гадать. Но какую-то площадку, то есть какое-то помещение в какой-то стране нейтральной, где будут сидеть представители всех этих стран и вести переговоры. Но все это время, пока будут вестись эти переговоры, они могут очень долго продолжаться. Россия будет выставлять свои требования, говорить о нелегитимности власти в Киеве. Естественно, украинская сторона будет приводить свои аргументы. И это может продолжаться неопределенно долго. И все это время будет исти война. И все это время будут убивать украинцев. Вот какой сценарий возможен. Ну и, наконец, последнее. Даже если случится нечто фантастическое, во что я не верю, я еще раз подчеркиваю, я не вижу перспектив какого-то, я не знаю, какого-то Минска-3, Минска-4, Минска-125. Вот чего-то такого. Но есть же исторический опыт. И понятно, что договоры с Путиным ничего не стоят. Просто они не стоят ничего. Потому что сегодня уже неприлично стало вспоминать Будапештский меморандум. Это стало просто неприлично. Значит, говорить о том, что был когда-то Будапештский меморандум, который гарантировал безопасность Украины. Сегодня уже принято такая общая точка зрения, что Будапештский меморандум, это, так сказать, это была просто бумажка. Ну, простите, любой, абсолютно любой договор, это просто бумажка. Я не знаю, на чем его можно еще написать. Так сказать, на скалах на каких-то, это тоже не имеет никакого значения. То есть любой договор с Путиным не стоит ровным счетом ничего. Просто ничего. Поэтому даже если этот договор будет заключен и война на какой-то период остановится, Путин все равно, до тех пор, пока Путин находится в Кремле, опасность для Украины существует. Поэтому даже если такой фантастический вариант будет реализован, что, так сказать, будет какой-то очередной договор и, значит, на какое-то время война приостановится, она обязательно восстановится. Путин и мир — это вещи несовместимые. Просто совсем несовместимые. То есть мне кажется, что вот это должно быть понятно как аксиом. Нас смотрят более 7 тысяч человек в прямом эфире. Друзья, спасибо за то, что вы с нами. Ставьте, пожалуйста, свои лайки, пишите комментарии, пишите вопросы. Мы все видим, все читаем. И, конечно же, указывайте, из какой страны вы нас смотрите. Игорь Александрович, а вот по поводу того, что Нарышкин заявляет, что якобы все цели у них уже достигнуты. Тут еще и Z-блогеры некоторые тоже пишут о том, что якобы воевать против Запада дальше нереально, поэтому нужно фиксировать убытки и выходить из игры, потому что на кону уже судьба России. А вы видите признаки подготовки населения к так называемому жесту доброй воли? Я не вижу признаки подготовки населения к жесту доброй воли. Я вижу попытки уговорить население, что все хорошо, что Россия побеждает, что, так сказать, уже то, что происходит, это громадная победа. Но, опять-таки, в тот момент, когда война будет остановлена, то наступит ясность. И станет ясно, что никаких целей в этой войне Путин не добился, не достиг, что потери чудовищны, катастрофические. Есть еще одна проблема, которая встанет во весь рост, и Путин, конечно, и Путин, и его окружение это прекрасно понимают. А куда девать вообще все то, что они наворотили? Куда девать эти, там, ориентировочно несколько сотен тысяч, там, порядка 700 тысяч убийц, которые вернутся, их что? Они вернутся в российские города. С этим что делать? Это люди, которые, так сказать, будут не в самом хорошем настроении, и которые составят определенную горючую смесь, которые, так сказать, это мина, которая будет заложена под путинский режим. Ну, то есть с этим что делать? И весь бюджет, который нацелен на войну, и, так сказать, все эти военные заводы, вся эта чудовищная пропаганда ненависти, которая, так сказать, на самом деле отравляет сознание российского населения, это куда девать? Это так просто, вот всю эту ядовитую пасту, которую Путин выдавил на свою собственную страну, ее обратно в тюбик просто так не закатаешь, не затолкаешь. Поэтому, значит, я еще раз говорю, что это дело практически безнадежное. Я думаю, что для Путина остановка войны может оказаться просто гибелью его режима, и физической его гибелью тоже. Поэтому, значит, сейчас уговорить, ну, там понятно, что Z-блогеры, они чем отличаются от России? Вот в российской пропаганде, если брать телевизор, вот этих признаков нет. А вот Z-блогеры, которые, ну, они, да, они, так сказать, вроде как поддерживают Путина, поддерживают войны, но они принципиально отличаются от телевизионных обитателей телевизора тем, что обитатели телевизора, они финансируются из бюджета. И весь телевизор у нас из бюджета финансируется. Он совершенно не зависит от аудитории. А Z-блогеры, они зависят от аудитории. И поэтому они пытаются, все-таки, наряду с вот с этим пропагандистским враньем, который они несут, они пытаются все-таки оставаться на почве какой-то реальности. И они говорят о потерях, они говорят о безобразиях в армии, они говорят о просчетах. Ну, потому что если они будут точно, в точности повторять Соловьева, там, Киселева, Скобеева и так далее, то их никто смотреть не будет. Они составляют некоторую альтернативу, вот эти Z-блогеры, прежде всего, которые существуют в Телеграме, в Ютуб-каналах, ну, в основном Телеграм. Они составляют некоторую альтернативу для, так называемой, патриотической общественности России. Но они существуют за счет этой патриотической общественности. А телевизора нет. Поэтому телевизор работает только на одного заказчика, на Путина. А эти работают на людей, от которых они зависят. Поэтому контент существенно различается. И поэтому, да, действительно, в Телеграм-каналах там есть сомнения, там есть место для какой-то другой точки зрения. В том числе, там есть разные позиции. Есть одна позиция, что надо решительнее, упрекают путинские режимы самого Путина в том, что он не начинает ядерную войну. Есть и такая часть зет-блогеров. А есть другая, те, кто говорят, что надо останавливать, надо подводить итоги, надо останавливать. Ну, все, что вы сказали тоже. Но это, опять-таки, все находится в Телеграме. А в телевизоре только одно, что надо немедленно устроить пролив имени Сталина на месте Соединенных Штатов Америки, что надо выходить на Атлантику, на рубеж Атлантики, надо уничтожить там Великобританию, ну, не говоря уже об Украине. То есть содержимое российского телевизора, оно по-прежнему безумно и крайне агрессивно. И никаких признаков стремления остановить войну там нет. Род Путина Песков заявил о подготовке к прямой линии с президентом. Говорит, что это прямая линия и большая пресс-конференция Путина состоятся 19 декабря. По словам Пескова, более 300 тысяч обращений поступило на прямую линию. Женщины направляют наибольшее количество обращений. И уже составлен рейтинг из 10 основных проблем, с которыми обращаются россияне. Правда, какие это проблемы Песков не уточнил. А как вы думаете, спросят ли у Путина эти женщины о конце СВО? Спросить-то они, конечно, спросят. Но попадет ли это на прямую линию, неизвестно. Потому что в последние годы происходит все больше и больше выхолощивание вот этих встреч с Путиным. Потому что прошли те времена, когда на этих встречах были реальные журналисты. Правда, немного, но там один, два, три, может быть, каких-то острых вопросов задавались. В том числе и украинские журналисты были, которые получали слово и которые задавали острые вопросы Путину. Но эти времена давно прошли. Вот эта имитация некоторой даже какой-то свободы слова, она закончилась. Вот эти игры, они в прошлом. И на сегодняшний момент все будет зачищено. Путину будут отобраны те вопросы, которые он заранее лично готов отвечать. И я думаю, что, ну, конечно, будет один из вопросов, это когда, обязательно будет вопрос, когда закончится война. На что Путин, естественно, скажет, что не мы эту войну начинали. Ну, как он обычно говорит. Не мы начинали, не мы напали, на нас напали. Поэтому вот и воюем мы не с Украиной, мы воюем с Западом. Вот, и поэтому, так сказать, вот война закончится тогда, когда мы победим. Или когда Запад прекратит на нас нападать. Ну, вот то, что я сейчас сказал, это вполне возможно дословный прогноз, прогноз дословного воспроизведения того, что скажет Путин в ответ на, ну, пожалуй, наиболее важный и острый вопрос, который ему, ну, наверняка будет задан. Ну, а все остальное, это будут просьбы, там, починить, починить, там, мост на какой-нибудь речке, открыть какую-нибудь школу, отремонтировать и так далее. Может быть, какая-нибудь девочка собачку попросит подарить. Возможно. А может, он и откажется от этих вот, так сказать, слезливо-сопливых интонаций в этой линии. Вот, это уже не имеет значения. Но, еще раз подчеркиваю, в последние годы у Путина нет никакой коммуникации с населением. Она ему не нужна. Вообще, население Путину просто уже перестало быть интересным. И он не заинтересован в том, чтобы налаживать какую-то реальную обратную связь. Потому что для обратной связи с населением у Путина есть Росгвардия. Главный инструмент общения с населением для Путина – это Росгвардия и ФСБ. То есть, ну, и плюс еще телевизор зомбирующий. Вот, это три инструмента, которые Путин использует для коммуникации с населением. А что касается прямой линии, то это чистой воды имитация. Так называемый зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев полетел в Поднебесную на два дня. О чем будет говорить, конечно же, российские пропагандисты почему-то молчат. Только вот показывают кадры его прибытия. Ну, в общем, вообще визит какой-то очень тайный. Ни слова об этом не сказал ни Песков, ни Скобеева в своих эфирах. Хотя вот кое о чем сам Медведев проговорился. Сказал, например, что он любит пить с самого утра. Давайте мы послушаем. Хорошие ритуалы начинаются, конечно, с чашки хорошего чая, значит, с утра зеленого лючан. Значит, это вот как раз то, что помогает взбодриться, даже несмотря на джетлаг, который присутствует у людей из Москвы. Ну, а что касается того, что меня здесь вдохновляет, я это говорил, говорю и буду говорить. Перемены, которые я вижу в Китайской Народной Республике, фантастические. Это просто не укладывается в голове. Я вспоминаю 2000 год, когда я впервые посетил в составе делегации Китай. И тогда уже Китай, конечно, рос, развивался. Но вот за эти 25 лет они сделали то, что, наверное, никто не мог представить. То, что не удалось никому в мире. Они превратили прежний Китай в самое современное, процветающее, экономически развитое государство. Именно поэтому это вызывает восхищение. Ох, как, извините за слово, подлизал Си. Но при этом он тут сказал о чашке чая с утра. Я думаю, что он уже сам накатил с утра, но не чашку чая, а рюмку чего-то. Потому что он какой-то очень красный на этом видео. Игорь Александрович, ну, во-первых, почему Медведев в Пекин? Ну, а во-вторых, о чем приехал просить? Ну, я все-таки преодолею искушение продолжить эту тему питья с утра в Медведев. Потому что тут очень все, конечно, соблазнительно. Но достаточно все понятно. Что касается цели, то тут у меня, конечно, нет никакого эксклюзива, никакого инсайда. Но более-менее понятно, что для Путина Китай сегодня является важнейшим партнером. И сейчас после тяжелого поражения в Сирии, которое, в общем, значительно... Ну, оно политическое, моральное, имиджевое поражение, которое, безусловно, нужно как-то компенсировать. И вот визит Медведева должен каким-то образом компенсировать это поражение, подтвердить верность обязательствам. Там, я не знаю, может быть, договориться о том, что еще Путин готов отдать Китаю для того, чтобы сохранить вот эти вот отношения. Ну и главное, конечно, сохранить поставки оружия, поставки боеприпасов, поставки оружия. А может быть, и увеличить поставки севрокорейского пушечного мяса. Возможно, и это тоже. То есть, на самом деле, Китай – это важнейший партнер Путина, который в значительной степени укрепляет его позиции в этой войне. Так что, конечно, это очень важно. И я думаю, что Медведев, ну, правда, от Медведева толка, как от переговорщика, немного, но, извините, чем богато. Поэтому Путин не так давно и Лавров ездил в Китай. Так что, вот эти вот постоянные поездки в Китай, это немножко напоминает, помните, эту историю, когда, значит, московские князья периодически, и не только московские, периодически ездили в Орду за ярлыком, они там ползли сквозь костры к туфли, значит, ордынского хана для того, чтобы получить ярлык на княжение. Ну, вот примерно таким же образом сегодня ведет себя, ну, по-прежнему, собственно, ведет себя Москва. Ну, только ставка находится уже в Пекине. Игорь Александрович, огромное спасибо вам за интересный разговор и за то, что вы нашли время для нашего эфира. Я желаю хорошего и спокойного дня и напомню, что Игорь Яковенко был с нами на связи. Вы, друзья, обязательно не забывайте поставить свой лайк, пишите комментарии, пишите свои мнения, свои вопросы, ну и, конечно же, подписывайтесь на наши YouTube-каналы. Всем спасибо за внимание, хороших новостей, берегите себя и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok